Напомним, накануне на рядовом совещании глава Миноборнауки уволил двух ректоров вузов. Игоря Минервина из Сахалинского госуниверситета и Александра Ситникова из Алтайского политеха. Причем претензии высказал в резкой и пренебрежительной форме. Цитируем. Ваша задача как руководителя учебного заведения решать проблемы. Вы с сегодняшнего дня больше не работаете ректором. Найдем человека, который сможет решать проблемы. Действительно, Алтайский политех сейчас работает без государственной аккредитации. Ее вуз может получить только после проверки Рособорнадзора. А комиссия из 47 экспертов уехала из Барнаула лишь в минувшую пятницу. Бывшие коллеги Александра Ситникова связывают увольнение с выводами московских экспертов. Наказан за объективно возникшие проволочки московской комиссии. Попал в показательную порку. Есть, правда, еще одна версия для упрощения объединения вузов в опорные региональные. Пока официальных документов, подтверждающих увольнение Ситникова, нет. Тем временем депутаты АКЗС сегодня решили направить московскому министру письмо в поддержку алтайского ректора. Некоторые даже высказывались об отставке Ливанова. Напомним, ранее министр образования получил Рособорнадзору разработать регламент, по которому приостанавливать действия аккредитации они смогут после того, как выпускники вузов получат на руки дипломы. Ребята неоднократно жаловались на то, что они становятся заложниками ситуации, когда из-за приостановки аккредитации не могут получить диплома в окончании учебы. Ольга Калачева, Наши новости.